Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем телевизионное утро пятницы на канале Россия-1. Далее в нашей программе мы расскажем вам, как правильно сделать обрезку винограда. Прикоснемся к искусству терпсихора и вспомним день рождения великого русского классика. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. 6 июня весь литературный мир и поклонники творчества великого писателя вспомнят день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В сотнях, в сотнях городах и селах по России, да и по всему миру установлены памятники великому классику. А по мнению социологов, Пушкин считается самым значимым писателем России. У луком моря дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет налево, пес заводит, направо сказку говорит. Там чудеса, там лещи бродят, русалка на ветвях сидит. Там не на неведомых дорожках следы невидомых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там в облаках перед народом, через моря, через леса колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там царь кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Духовной жаждой томи, в пустыне мрачно я влочился. И шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами, легкими, как сон, моих зенит скоснулся он. Отверзли свящие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон. И внял я небо с содрогания, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и долни лозы прозябания. И он кустам моим принял, и вырвал грешный мой язык, и прознословный, и лукавый, и жала мудрая змеи, густа отверстия моим, десницей вложил кровавым. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и угль, пылающий огнем, во грудь отверстию водину. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и вишть, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и землю, глаголом жги сердца людей. Торгуя совестью пред бледной нищетой, не сыпь своих даров расчетливой рукой, щедрота полная, угодно небесам. День грозного суда, подобно невитучной, усеятель благополучной, сторицей воздаст она твоим трудам. Но если, божилев, трудов земных стяжан, вручая нищему скупое подаяние, И сжимаешь ты свои завистливые тлани, знай, все твои дары, подобно горсти пыльной, Что с камня моет дождь обильный, исчезну, Господом отверженная дамя. Продолжаем телевизионное утро пятницы. Дорогие друзья, совсем недавно я побывала на репетиции одного потрясающего коллектива И познакомилась с участницами ансамбля «Леди Дэнс». Познакомилась, пообщалась с ними и однозначно для себя решила, буду танцевать. Давайте знакомиться вместе. В прошлом медработник, а в настоящее время пенсионерка, кстати, никогда бы не подумала. Марина Дзабраилова второй год занимается в женском танцевальном коллективе «Леди Дэнс». Сначала была йога, затем стрейчинг, а потом увидела занятие в младшей группе И когда был набор во взрослую, записалась и хожу на занятия с большим удовольствием, Говорит участница коллектива. Мне все нравится. Мне нравится все, что преподает Ирина. Это просто бесподобный тренер. Во-первых, заряжаемся от нее. Все мы, это мы все, как бы одного мнения даже как-то пришли, разговаривали, что каждый получает эмоциональный заряд. Я лично получаю вдохновение. Я ухожу не просто я иду, я лечу домой. Я хожу пешком, у меня еще есть силы идти пешком. Все мои домашние знают об этом, все тоже восхищены, довольны. Но я думаю, что в таком возрасте, в пенсионном, нужно всем, женщинам, двигаться, потому что это молодость, это здоровье, это продолжение жизни, это просто красота женская. А вот врач-офтальмолог Наталья Заболочина танцы любит с детства. Особенно ей нравятся молодежные направления. В коллективе четвертый месяц, а успехи уже видны даже не профессионалу. Для Натальи, как и других участников коллектива, важен результат, эмоции, которые появляются во время занятий танцами. Получаю огромнейшее удовольствие, потому что это, прежде всего, возможность раскрыть себя, научиться быть женственной, полюбить себя, наверное. Я перестала бояться смотреть на себя, когда меня снимают, вот, допустим, фотографируют. Я всегда пряталась, убегала. А сейчас я могу запросто включить телефон, даже попозировать, поснимать себя сама и получить от этого удовольствие. Я начинаю себе нравиться, это здорово. Танец делает нашу жизнь красивее, интереснее, а нас – более уверенными в себе, раскрепощенными и свободными, в один голос заявляют участницы «Леди Дэнс». Что ж, пожелаем этому замечательному коллективу успехов. У нас в гостях сегодня руководитель коллектива «Леди Дэнс» Ирина Крымшамхалова, также участники коллектива, Ирина Курочинова, доброе утро, Ирина, Наталья Есипова и Диана Карданова. Доброе утро, очаровательные люди! Доброе утро! Доброе и доброе! Прежде всего, спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Очень рада вас видеть сегодня. Ирина, кому вообще пришла идея создания вот такого коллектива? Он ведь отличается от других. Это, во-первых, у вас девушки, во-вторых, кто-то танцует, кто-то нет. Как создавался коллектив? Вы знаете, когда я училась в Краснодаре в университете, я пошла изучать другие направления танцев, помимо того, что я занималась. И увидела, что есть группа «Кому за 35?». И я подумала, почему бы у нас в республике это не сделать? То есть я увидела вот глаза этих людей, которые с удовольствием приходят, и мужчины, и женщины, и они танцевали бальные танцы. И на самом деле давно пробовала здесь создать нечто подобное, но только с женским коллективом. Но как-то не получалось. То есть люди приходили, уходили. Вот постоянного такого костяка у меня не было. И вот я очень благодарна судьбе, что в моей жизни появились такие девочки, которые горят этим, которые получают удовольствие. Я от них на самом деле заряжаюсь энергией, потому что видно, что они приходят, получают удовольствие, и они занимаются этим с любовью. И тем самым я сама мотивируюсь от них. Но вы занимаетесь ведь не только со взрослыми, у вас еще и детки есть. Да, у меня детки, младшая группа там от 5 лет, подростки, и вот это у нас самая старшая группа. Но я вам хочу сказать по энергетике, она, наверное, самая молодая. Потому что бывают, приходят дети такие вот уставшие от жизни, они такие вот ничего не хотят, им бы вот этот планшет, телефон. А тут приходят вот девочки, я их называю девочки, и они вот раскрываются. И на них смотришь, получаешь удовольствие. Как здорово! Девочки, ну расскажите каждую свою историю. Как вы попали вот к Ирине в коллектив? Диана. Ну, мы с Ириной знакомы очень давно, как мы говорим, не будем называть сколько. Мы когда-то давно вместе работали, таким образом познакомились. И вот попробовав однажды, я уже ей не изменяю. Мы уже не только я танцую, уже дочка моя танцует. Мы прям всей семьей уже, все вместе, мы одна большая творческая семья. Понятно, Наташа, а вы? Сначала замуж, дети, и как-то некогда мне было. Потом, как всегда, есть отговорки, времени нет, уроки, семья и все такое. Ну, потом уже детки немножко у меня стабилизировали, сами ходить стали, более посвободнее стало. И я решила, что нужно что-то делать, нужно искать для себя, чтобы было удовольствие для меня, не только кухня и семья, но и еще чтобы что-то. И я сначала ходила, нашла танцы женские, женская пластика. Ходила туда, потом там распались, хореограф уехала. И карантин потом дома сидела. Мне муж говорил, когда ты уже на танцы будешь, когда ты уже что-то найдешь? Я говорю, почему? Ну, вот, все равно, когда ты ходишь, ты получаешь удовольствие. Там, два раза в неделю ты отдыхаешь морально, в первую очередь морально. Ну, и вот, потом я нашла Ирину через наши соцсети, и вот записалась с ней, стала ходить, заниматься. Скажите, пожалуйста, ну, вот ваш супруг, очень важный, так сказать, момент, да. Вот он отметил какие-то еще изменения, может быть, в вашей внешности? Ну, в целом, да. В целом, эмоционально изменения появились. Ну, и в целом, да, стала как-то более фигурка, так сказать, вырисовываться. Ключевое? Да, 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 да. Да, да, и на танцы я хожу для него, то есть, как бы, когда пришел период оплачивать, да, я ему говорю, милый, нужно это оплачивать? И он, а я при чем, ты же ходишь? Я говорю, ну, я же для тебя хожу, я вот для себя, что ли? Классно получается, да. Классно, и мотивация какая хорошая. Ирина, а вы как пришли в коллектив? Ну, я как пришла, в общем, у меня у дочки были, болели ножки. И как-то читала, читала, кто-то мне сказал, что при ее проблеме нужно на танцы ходить, потому что танцы, они дают не такую сильную нагрузку, как какие-то массажи, и незаметно, ну, в общем-то, перерастет этот период. Ну, в принципе, так и вышло. Это было лето, собирался набор. Я тоже через соцсети узнала, пришла на собрание, так скажем, записывать детей обоих. И слово за слово я просто спросила, случайно, ну, как бы так интересно рассказывала Ирина нам все, что, какие направления и так далее. Детей я сразу записала, и тут у меня возник вопрос, а вдруг есть что-то, ну, как бы для меня, потому что я очень давно искала, ну, наверное, года два до этого я хотела ходить на латинские танцы, там, бачата, ну, сальса, вот что-то такое. И как раз она и ответила, говорит, да, вот мы как раз вот что-то такое, я ей даю, и мамочки ходят. Я говорю, тогда и меня записывайте. Ну, это было до пандемии, так скажем. И так получилось, что, ну, какие-то группы развалились, у меня дочь еще куда-то ходила. В общем, дети перестали ходить, а мама нет. Но после того, как увидели, какая я прихожу после занятий, ну, в общем, конечно, усталость есть, ну, это такая приятная усталость, во-первых, ну, ты приходишь домой же расслабленная, чтобы там дети не попросили, я в таком хорошем расположении духа, ну, я на все, в общем, говорю, да. И моя дочь говорит, мама, прям так все хорошо, давай я еще раз похожу. Ну, она стала ходить. Потом, когда мы уже поехали вот и на выступление, она увидела это все, и на ушко так подошла в конце выступления, сказала, мама, вот если Ренадия Миркановна нас еще, ну, нашу группу куда-то повезет, можно я поеду? Ну, так вот. То есть мама стала стимулом для дочери? Да, в общем, и сейчас, ну, вот у нас у Дианы дочка и моя, они уже подружились, потому что, ну, как бы мы дружим, дети ходят. У нас уже как своя семья получается, я вот, например, так расцениваю. Вот здесь какой-то кубок, дипломы. Ирина, это что, вы уже завоевали что-то? Да, это был Всероссийский фестиваль-конкурс, проходил в городе Ставрополе. И там мы поехали вот старшим составом с Lady Dance, и девочки младшие поехали, тоже взяли призовое место, два призовых места у нас. Младшая группа танцевала танец-микс в стиле хип-хоп, а Lady Dance танцевали два танца, то есть они у нас танцуют фламенко. И есть у нас еще очень такой интересный танец, называется «Очаянные домохозяйки». Ух ты! То есть мы действительно показываем, что вот женщина устала от вот этой домашней рутины, ей это все надоело, и когда она снимает этот халат, выбрасывает эту тряпку, в кого она может превратиться. То есть в ней настолько много всего есть, что можно показать. И вот это в танце мы все показываем. Танец, конечно, просто прошел на ура. Феерично, я бы сказала. Нас очень поддерживали и зрители, и организаторы. У нас был страх, что, ну, вот, например, у меня за себя скажут, что выйдем, и увидя нас, ну, не похлопает, ну, типа, вот вышли взрослые тетки, как бы. А тут, ну, вот все равно было такое ощущение, потому что я никогда не выходила на сцену, это же, ну, не профессия моя, да, не основная. Ну, а сейчас я вот, я прям живу этим, честно, мне вот хочется так, потому что я себя чувствую свободной и счастливой. Счастлива мама, счастливы дети в семье, и все хорошо. Но нас приняли на ура, да. Если вы знали, какие вы сейчас очень важные, нужные слова сказали, и ваше присутствие, вот, ваша энергетика, она, скорее всего, и телезрителям нашим передастся. И если нас сегодня с вами услышат наши телезрительницы, которые еще сомневаются, вот, давайте, для тех, кто сомневается. Не сомневайтесь, просто делайте. Вот просто один раз попробуйте, поверьте, вас затянет. Можно добавлю, люди идут к людям. Да. Все-таки тот человек, который нас организовал, сплотил, это Ирина, вот, в первую очередь. Это энергетика, вот, то, как она нас поддерживает, и она, ее супруг Казбек Исмаилович, это просто действительно большая творческая семья. Поэтому, правда, большое тебе спасибо, что ты нас собрала. Это вот просто от сердца, от души. Спасибо вам, что вы сегодня украсили наше телевизионное утро. Ирина, а у вас есть возможность пригласить на свой концерт сегодня? Да. У нас в это воскресенье, 6 числа, в 2 часа дня, в Государственной филармонии будет проходить отчетный концерт, где будут принимать участие абсолютно все группы, и малыши, и старшие, будут разные танцы, разные стили, песни. То есть это будет очень интересно. Поэтому приглашаем всех желающих прийти и посмотреть. Друзья, не упустите такой возможности. Порадуйте себя искусством терпсихоры. Я же благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю от всей души успехов. Не бросайте, продолжайте заниматься. Вы такие красивые. Спасибо. Вы такие красивые. Ну, просто лучше быть не может. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Пригласили, было очень приятно. Да. А сейчас в нашей программе постоянная рубрика «Сад, огород». Сегодня мы узнаем, как правильно сделать обрезку винограда, чтобы к осени получить богатый, вкусный, ароматный урожай. Если мы хотим получить вкусный и сладкий виноград, послушаем, как за ним надо ухаживать и бороться с свидетелем. Виктор, расскажите, что это за сорт? Ну, это сорт у нас юбилейного черкаска. Сорт народного селекционера, скажем, окраинного. Значит, житель нашего юга России. Значит, есть много очень сортов, которые он вывел, которые мы все ценим. Это вот один из них – это юбилейного черкаска. Есть Благовест, есть Виктор. Значит, ну, эти сорта очень ценятся любителями, во-первых, за то, что они очень урожайные. Во-вторых, они очень прихотливые. Но, несмотря на то, что, значит, сорта неприхотливые, как я сказал, вредителей не хватает. Вот один из них – это войлочный клещ или зудень. Основной признак – это вот покраснение листьев, это вот эти бугры, это вот эта краснота, которая остается после действия клеща. Значит, как правило, клещ просыпается у нас ранней весной. Обработку мы проводим химическими препаратами. В любом магазине хозяйственных товаров, где продают, ну, удобрения, пестициды, вы заходите, спрашиваете, что есть от войлочного клеща. Они вам посоветуют. И, значит, разводите этот препарат, используя средства защиты, обрабатываете и, ну, защищаете виноград. Потому что, если оставить это все в таком виде, значит, сок будет ликвидирован, клещ его буквально съест. И, соответственно, у куста не хватит силы, значит, для того, чтобы, ну, как следует, выкормить свой виноград. Помимо этого, значит, перед тем, как обработать, мы сейчас попытаемся, значит, несколько проредить этот виноград. Вот это последствия прошлой осени, когда у нас была засуха, и буквально пошли дожди, и у нас, значит, из нескольких, ну, из одного места, из нескольких почек росли множество побегов. Я вот по осени это выламывал. Но все равно, видите, даже весной это сейчас у нас происходит. Что мы делаем? Мы, во-первых, определяем основной побег, который нужно оставить. Ну, вот видите, два побега. Один больше, один меньше. Какой мы оставим? Соответственно, мы оставляем тот, который больше. Значит, для того, чтобы больше питания шло к макушке, мы срезаем или сломываем вот эти несколько листьев, которые нижние. То есть, питание пойдет сюда. Мы сейчас удаляем вот эти пасынки. Самое сложное для меня, это вот решить, что из этих двух кистей оставлять. Вот примерно вот так побег у нас должен выглядеть. Также мы берем дальше и смотрим, что мы здесь можем убрать. То есть, вот опять та же самая история. Видите, вот у нас несколько побегов из одного места. Мы вылавываем этот побег. Смотрим, значит, вот на этой кисти у нас, на этом побеге у нас нет кистей. Мы его тоже берем, прищипываем, чтобы она не ела лишнее питание. У нас это то же самое вот здесь. Мы выламываем эту кисть. Здесь смотрим. Видите, вот из одного места растет несколько кистей у нас, несколько побегов. Ну, мы оставляем самый сильный, грубо говоря, вот этот. Остальное выбрасываем, то есть, не жалеем. Я почему все-таки призываю не жалеть, да, и рассказывают эту старую историю про осла, которому поставлен памятник, что когда осел объел виноград, и виноград стал более обильно плодоносить, люди подумали и начали процедуру обрезки. Так что мы научились этому у животных, и поэтому, значит, в данном случае, я еще, главное не жалеть, и главное успокоить себя в том, что все-таки будет хороший виноград, когда ты выламываешь кисть. Ну, всегда это жалко. Нужно оставить десятую часть от общего количества побегов, обламывать выше второй почки на 3 сантиметра. Занятие нехитрое, но с первого раза все ненужные пасынки все равно не заметишь. А смотреть каждую веточку приходится несколько раз. Вместе с пасынками обрываем лишние листья. Так улучшается естественная вентиляция, и листиком будет дополнительное солнечное питание. По идее, значит, этот куст дает, ну, до 15 килограмм с куста винограда. То есть, поэтому, учитывая, что кисть порядка килограмма 800 грамм, то это получится 15-20 кистей должно остаться, в принципе, на кусту. Поэтому будем смотреть, будем убирать, будем что-то, это самое, по погодным условиям. Сорванные листья ни в коем случае на землю не бросаем. Складываем в миску и сжигаем, чтобы обезопасить свой урожай. Теперь наш виноград можно и обработать. По инструкции мы должны это делать в сухую, безветренную погоду, рано утром. С другой стороны, у нас не всегда получается все эти мероприятия делать именно по погоде. Поэтому вот хотя бы 3-4 часа, чтобы была погода без дождя. Вот, и благодаря этому химикату, я думаю, что мы победим. Используя химический препарат, мы можем обрабатывать один раз за сезон. А так, в принципе, если мы смотрим, если у нас появились признаки наличия клеща, то лучше провести обработку для того, чтобы все-таки куст не болел, для того, чтобы питательные вещества и шли к винограду, а не расходовались на того, чтобы закормить вредителей. Ну что, будем ждать урожай? Надеемся, что будет урожай. Ну что ж, на этом утро пятницы подошло к концу. В 14.30 смотрите информационный выпуск. Я же с вами не прощаюсь. До встречи в 17.15. Хорошего дня!